Никаких колебаний, никаких уклонов. Все зависит от личных амбиций руководителей. То есть вообще нам в РКРП задуматься, почему это произошло. Вы знаете, о чем идет речь. Есть такое понятие парламентский кретинизм. То есть уровень противостояния. В каком-то смысле это нормально, когда есть разделение на несколько политических сил, в том числе и в рамках, например, левого движения, в рамках правого и так далее. То есть мы видим это в Европе, когда есть, допустим, в Германии СДПГ, а есть левая партия. Хотя обе партии являются левыми. Что касается России, то я бы на самом деле выделил несколько групп, которые очень сильно выделяются. И мне кажется, объединение их всех вместе, некое единое левое движение России, оно не то, что даже невозможно, оно и не нужно. Потому что эти движения, в принципе, достаточно разные. Одно из таких левых движений я бы выделил, на мой взгляд, оно как бы, ну, для меня, ну, например, дальше всего, да, это движения, которые считают себя левыми, потому что они ностальгируют в целом по СССР, да, то есть не сколько по идеологии, сколько по ностальгии по советскому прошлому. То есть там привешивается и империализм, там примешивается и ряд других вещей, да, отчасти даже консерватизм. Есть другая группа. Это группа, я бы сказал, я бы скорее назвал марксистов, да, группа приверженцев четвертого интернационала. Ну, на мой взгляд, они больше сейчас олицетворяют некое новое левое движение. Можно отдельно еще выделить группу, да, троцкистов, которые ставят основной целью именно работы с профсоюзами в России, по крайней мере, так себя ведут. Но мне кажется, что тут вот принципиально сильных разниц между марксистами и троцкистами нету, поэтому тут как бы объединение, поле для объединения существует. Есть группа приверженцев второго социнтерна, второго интернационала социнтерна, группа социал-демократов, которые уже, скажем так, в своих убеждениях, они левые, они против того капитализма, который есть, но основывают свои идеи не на марксизме, а в целом на вот текущей ситуации, на том, что нужно сдерживать капитализм, но с другой стороны рыночная собственность может оставаться, то есть частная собственность, но как бы прерогативой модели должна быть кооперативная модель собственности. И еще отдельная группа, которая тоже, конечно, относится к левым, это анархисты. В России анархисты – это особое тоже движение, в принципе, ну, которое как бы в каком-то смысле нет четко поставленной одной конкретной цели, позиции, чего хотим достичь. То есть есть вот чего бы нам не хотелось видеть, но нет того, что мы хотим в итоге иметь. И вот это как бы в целом большая проблема для анархистов. Я, конечно, себя отношу к категории второго интернационала, социнтерна, к социал-демократам. Собственно, в России эта группа самая такая вот минимальная, наверное, но при этом наименее раздробленная. То есть из организаций, которые принадлежат к этой группе, ну, по сути, РСДСМ является единственной общероссийской организацией. И из молодежных, наверное, в принципе, и нет таких, как бы может быть там совсем какие-то маленькие группы. Мне видится, что вполне может существовать две левых партии, да, одна левая партия – это такого неомарксистского толка, и другая левая партия – это социал-демократического толка в европейском, да, понимании, которые друг с другом тоже будут взаимодействовать и, в принципе, не думаю, что сильно конфликтовать. Но вот как бы развитие, скорее всего, будет, если, конечно, оно будет возможно, да, но, по идее, должно быть в эту сторону. Что касается вот неомарксистской партии, то тут будут наиболее сложные ситуации, потому что, во-первых, есть КПРФ, которая себя отчасти привлекает, вот весь левый спектр этой линии, и будет все время так себя позиционировать. И есть… А у социал-демократов есть справедливая Россия, которая назначена Кремлем, как вот социал-демократическая, и которая тоже будет все время себя… на себя перетягивать новых людей, да, тоже отчасти дискредитировать социал-демократические идеи, потому что, ну, понятно, что это искусственно изначально. Если говорить о том развитии, которым будет вот в дальнейшем при сохранении нынешней ситуации, то, во-первых, мы видим, что очень растет постепенно недовольство нынешней властью. Это естественный абсолютно процесс. Именно связан он, с одной стороны, всегда с усталостью, да, если власть не меняется, она, по сути, одна и та же, всегда от нее идет усталость. С другой стороны, власть делает постоянно ошибки, они тоже накапливаются. И в любом случае, как бы, ну, и весь этот фарс, который в авторитарном режиме, он всегда народом чувствуется. То есть вопрос только, где он чувствуется быстрее. То есть в центральных регионах, где это видно, да, там в Питере, в Москве, это чувствуется быстрее. Если, допустим, Москва и Питер, там еще пять лет назад, там нельзя было сказать, что однозначно оппозиционные, то сейчас все понимают и все видят, что и в Питере, и в Москве к нынешней текущей власти люди настроены очень оппозиционно. В итоге, если по-прежнему нынешняя верхушка, а как мы видим из текущей ситуации, она не склонна идти на компромиссы, не склонна политический процесс вести по эволюционному пути, то есть дать возможность построить партии, движения, которые есть там, чтобы они как-то объединились и строили партии, а наоборот попытка, как бы, все забетонировать, любые, как бы, общественно-политически независимые движения. Это приведет к тому, что все основание нынешней власти прогниет весь этот бетон и в какой-то момент рассыплется, и это приведет уже к революционной ситуации, которой не будет готова ни одна из политических сил. Ни левые, ни правые, кроме, возможно, ультра-права, хотя тоже вряд ли. То есть, скорее всего, нынешняя ситуация, она приведет к некому такому анархичному, тут анархичность в негативном плане, то есть к некому такому дестабилизационной ситуации в стране, когда уже кто придет в власти, какая будет ситуация, будет зависеть исключительно от случая, от дальнейшего поведения политических сил. Что касается выборов, то РСДСМ в целом не участвует в выборах, не идем по спискам какой-либо партии, потому что, ну, есть такое понятие парламентский кретинизм, да, и мы считаем, что в данном случае участвуют в выборах, это вот сейчас нынешних, это некий парламентский кретинизм, потому что понятно, что не дадут избраться, да, как бы по-нормальному, выборы у нас давно превратились в фарс, и нужно искать другие методы, в первую очередь, вовлечение общества в политику, пытаться, как бы, ну, вот расшевелить само наше общество на некую гражданскую позицию. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok